Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подвели итоги и определили приоритеты развития экономики. Губернатор Дмитрий Азаров встретился с руководителями крупных промышленных предприятий Самарской области. Он отметил, что регион выдержал санкционный удар. В 2023 году в Самарской области было введено 31 новое производство. Всего создано порядка 10 тысяч рабочих мест. По итогам прошлого года существенно вырос объем инвестиций в основной капитал до 500 миллиардов рублей. Это абсолютно рекордный показатель для региона, отметил Дмитрий Азаров. В Самарской области сократился уровень безработицы. На сегодняшний день число открытых вакансий почти в шесть раз превышает количество соискателей. Во время встречи губернатор добавил, что основой для промышленного роста послужила работа энергоснабжающих компаний, которые в рамках своих инвестиционных программ строят и реконструируют сети. Существенная поддержка была оказана в рамках регионального фонда развития промышленности и гарантийного фонда Самарской области. С их помощью многие предприятия смогли получить кредитные средства для развития на льготных условиях. Эта работа будет продолжена, заверил глава региона. В администрации Самары прошел традиционный прием граждан. Вопросы, с которыми обратились жители к главе города Елене Лапушкиной, касались обеспечения жильем и благоустройства. Каждое обращение разобрали вместе с руководителями профильных департаментов. Подробнее в нашем сюжете. Житель железнодорожного района Самары Наталья Запруднова проживает в 18-м доме по улице Структурная. Рассказывает, в последнее время жизнь наладилась. Рядом с домом сделали новое освещение, провели опиловку аварийных деревьев, на противоположной улице отремонтировали тротуар. Вот дорогу сделали, сделали тротуар. Хороший тротуар сделали на той стороне. Но тротуар почистят, и там стоит машина. Вот так вот тротуар, а вот так вот стоят машины. И там вообще невозможно пройти. Наталья пришла на прием граждан, который провела глава Самары Елена Лапушкина, с просьбой отремонтировать тротуар на противоположной стороне по улице Промышленности, на участке от Ракитной до Малы Ярославской. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Александр Андреянов пояснил, что тротуар по нечетной стороне улицы Промышленности не входит в перечень объектов для ремонта на 2024 год. Глава Самары пообещала, что как только растает снег, специалисты выйдут на место и решат, что можно сделать. Если вдруг у нас с асфальтом не получится, прямо с таким качественным ремонтом, мы крошкой засыпем, в любом случае, на сезон. Спасибо вам за понимание. Все, что возможно, сделаем в этом году. Семья Рейскиных вместе с дочкой-пятиклассницей занимает маленькую комнату в коммунальной квартире. Соседняя комната свободна, поэтому семья хочет ее занять. Ранее с этой просьбой женщина уже обращалась в департамент управления имуществом Самары. Однако для предоставления комнаты не было оснований, помещение не являлось свободным. Там был прописан человек, но не проживал, пояснил руководитель департамента управления имуществом Самары Андрей Белоклоков. Вам 22 декабря 2023 года дали разъяснение и направили вам перечень документов, которые вам необходимо собрать, чтобы вы могли въехать в эту комнату. Как только будут документы, вам предоставят право. В прошлом году семью признали малые имущие и поставили на учет как нуждающиеся в помещении муниципального жилфонда. Исходя из этого, уже в текущем году есть все основания выделить Рейскиным дополнительное помещение. Виктория Шарой, Николай Епифанов, События. О готовности региона к выборам президента, которые пройдут с 15 по 17 марта, в ходе избирательной кампании, первых итогах работы горячей линии и нюансах по квартирному обходу избирателей говорили на расширенном заседании общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Как Самарская область готовится к единому дню голосования, расскажем в нашем сюжете. Самарская область продолжает готовиться к выборам президента Российской Федерации. Они пройдут 15, 16 и 17 марта. На расширенном заседании общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами подвели промежуточные итоги готовности региона и расставили акценты на ближайшие две с половиной недели. Оценить уровень наблюдения в регионе позволит золотой стандарт по общественному наблюдению при проведении выборов президента, утвержденной Общественной палатой Российской Федерации. Он представляет собой анкету с вариантами ответа на поставленный вопрос в формате «да-нет». В процессе выборов каждому наблюдателю предстоит заполнить этот опросник. Анализ собранной информации покажет качественный уровень наблюдения. По результатам будет выстроен рейтинг наблюдения в регионах. Именно благодаря наличию этого золотого, подчеркиваю, стандарта, мы будем в цифрах, в статистике, в динамике этих цифр знать на территории Самарской области, насколько у нас меняется в целом наше наблюдательное сообщество. Общественный контроль готовности избирательных участков региона к голосованию и их доступность для всех категорий граждан – одно из приоритетных направлений в деятельности штаба. На этой неделе члены штаба осмотрели избирательные участки в Новокуйбышевске и Чапаевске. Впечатление, конечно, замечательное, потому что люди встретили меня с улыбкой. То есть видно, что готово. Избирательные участки находятся в проступных помещениях. Они находятся вблизи общественного транспорта, поэтому людям будет очень легко до них добираться. И также возле каждого избирательного участка имеется парковка. Для маломобильных граждан на избирательных участках везде абсолютно имеются пандусы. Пандусы причем очень удобные. 17 февраля стартовало адресное информирование избирателей. В нем задействованы более 8,5 тысяч членов участковых избирательных комиссий. На сегодняшний день обошли 74% домовладений региона. Гражданам разъясняются все нюансы, связанные с выборами. На заседании штаба подвели промежуточные итоги работы горячей линии. Операторы колл-центра принимают и обрабатывают обращения граждан по вопросам избирательного законодательства и процесса голосования. С помощью горячей линии решаются и вопросы бытового характера. На сегодняшний день операторами принято 26 обращений. Почти 32 тысячи заявлений поступило по мобильному избирателю. Сменить участок для голосования можно, обратившись в территориальную избирательную комиссию, в МФЦ или посредством портала госуслуги. По словам экспертов, президентская избирательная компания этого года отвечает требованиям законодательства. На данный момент наша избирательная компания идет в рамках профессиональных требований со стороны организаторов и политической сдержанности, которую, в общем, демонстрируют акторы этой избирательной компании. За легитимностью и прозрачностью избирательного процесса на каждом его этапе следит общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами. В его состав вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциации юристов России, представители средств массовой информации. Председателем штаба стал Павел Покровский, член Общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического института Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Константин Головин, события. Средний медперсонал Самарской области подтверждает знания в колледже имени Ляпиной. Современная инновационная площадка работает там с 2021 года. С официальным визитом в центр прибыли директора медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа. Подробности расскажут наши корреспонденты. Региональный аккредитационно-симуляционный центр был организован на базе Самарского медицинского колледжа имени Ляпиной в рамках реализации нацпроекта здравоохранения. Он оснащен современным многопрофильным оборудованием. Все площадки, предназначенные для отработки профессиональных навыков, позволяют проводить аккредитацию медицинского персонала по 35 специальностям. Вы ознакомились здесь множество площадок. На каждой из этих площадок по несколько специальностей сдают экзамены. Осущена система видеоконтроля для того, чтобы преподаватели, контролеры могли не вмешиваться в этот процесс, но следить за объективностью и правильностью проводимых процедур. В Самаре состоялось заседание Совета директоров средних медицинских и фармацевтических образовательных организаций Приволжского федерального округа. Коллеги из соседних регионов обсудили планы дальнейшего делового сотрудничества – подготовки кадров. В этом году мы перешли на новые образовательные стандарты. Уменьшился срок обучения на один год по всем специальностям. Мы начали принимать лечебные дела на базе девяти классов. И, конечно, очень важно практикоориентированная подготовка студентов и сопряжение основных образовательных программ с программами дополнительно профессионального образования. В аккредитационном центре представлен весь спектр медицинских специальностей. Ксения Баканова, Елена Чернявская, Петр Поломеев. События. Самарскому кадетскому корпусу МВД России 10 лет. Поздравить выпускников, родителей, учащихся и педагогов собрались почетные гости и представители власти. На праздники побывала и Елена Чернявская. Клянемся достойно учиться и жить, а в будущем верно отчизне служить. Это девиз Самарского кадетского корпуса МВД России, который отметил свое десятилетие. Он был образован 25 февраля 2014 года. Является единственным в России учебным учреждением МВД, где ребята начинают свое обучение с пятого класса. Самарский кадетский корпус МВД России объединил мальчишек из 30 регионов страны, а Самара стала для них второй родиной. 1 сентября 2014 года я помню эти ощущения, когда у нас по плацу впервые промаршировали первые наши кадеты. Все карандаши, как мы их между собой называли, мальчишки-пятиклассники в длинных шинелях, а сегодня они уже выше меня роста. И я счастлив тому, что такое учебное заведение появилось именно в Самаре. То, что сегодня сюда очень востребовано поступление, оно из наиболее престижных считается. Ну а в системе МВД, напомню, кадетский корпус является единственным, расположенным только в Самаре. Кирилл Гордеев – выпускник Самарского кадетского корпуса. На торжественном мероприятии сегодня присутствует в качестве гостя, а буквально несколько лет назад сам был кадетом, теперь курсант Московского университета МВД. О годах обучения в Самарском корпусе рассказывает с гордостью. Я уже тогда понимал, что я хочу становиться лучше. Мне была близка тематика патриотизма, защита своей родины, охрана правопорядка. В конце концов, не нужно забывать основное назначение полиции. Уже тогда я это понимал. Если мы говорим о том, чему я здесь именно приобрел, какие качества, без слов, я развил в себе дисциплину, стойкость, верность своим товарищам, верность Родине. Также взаимопониманию и помощи ближнему. Воспитанники Самарского кадетского корпуса МВД России обучаются и воспитываются в атмосфере патриотизма, исторических традиций своего отечества и с гордостью носят звание российский кадет. Учеба в корпусе – это первый шаг к такой необходимой и востребованной профессии, как профессия полицейского. Наши двери открыты для всех ребят мужского пола, которые хотят служить Родине, в органах внутренних дел. К января у нас ведется запись на психологическое обследование. По результатам психологического обследования ребята приглашаются на собеседование по учебным предметам. И ребята, которые прошли военно-врачебную комиссию, собеседование по учебным предметам, они зачисляются в Самарский кадетский корпус на обучение. За 10 лет работы кадетского корпуса получили образование более 200 выпускников. Кадеты поступили в высшие учебные заведения системы МВД, некоторые из них пошли служить в Вооруженные силы Российской Федерации, кто-то отправился в зону СВО. В 2023 году кадетский корпус выпустил 6 медалистов, которые получили аттестаты с отличием. Елена Чернявская, Николай Епифанов, События. В детском юношеском центре «Пилигрим» прошел очный этап конкурса «Я волонтер». Участники представили жюри, свои творческие и социально значимые проекты. В каждой из шести номинаций выберут трех победителей. Итоги конкурса объявят в марте. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Алене Гольцовой 17 лет. Она учится в школе номер 35 и около пяти лет состоит в волонтерском содружестве. Хочет, чтобы больше людей заинтересовалось волонтерской деятельностью. Для этого она придумала и реализовала проект «Жить с содружеством», который представила на городском конкурсе «Я волонтер». Вместе с активом школы Алена организовывала встречи для учеников с гостями из разных волонтерских объединений. Я очень люблю волонтерство. Я сама очень активная, позитивная. Я очень люблю работать с ребятами. Мне нравится просто быть человеком, которым может быть опорой для ребят. Городской конкурс «Я волонтер» проводится 10 лет. За это время было представлено около 400 проектов. Дети сами придумывают идею и реализуют ее. Им могут помочь педагоги и родители. Победителей определяют в нескольких категориях. Экология, патриотизм, милосердие, здоровый образ жизни, волонтерская журналистика, инклюзивное волонтерство. В каждой из номинаций можно занять первое, второе или третье место. Все написанные и реализованные проекты, они социально значимые для нашего города, в первую очередь. Они значимые для школы, для семьи. Это самое главное. Ну и, конечно, реализация своих творческих, социальных потребностей. Это очень для нас актуально. Очный этап конкурса «Я волонтер» проходит два дня. Участники презентуют и защищают свои проекты перед судьями, отвечают на их вопросы. Победителей объявят в марте. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Грандиозное событие. В Самару приехал заслуженный артист России Гео Ирадзе. Он поприветствовал зрителей, которые пришли на легендарное шоу «Пять континентов» и представил публике уникальное видео, записанное с народным артистом СССР, солнечным клоуном Олегом Поповым, имя которого носит самарский цирк. Напомним, что в шоу «Пять континентов» задействовано более ста титулованных артистов Росгосцирка. Представлены масштабные декорации, роскошные костюмы, авторская музыка и невероятные спецэффекты. Подробности в репортаже нашей съемочной группы. Волшебство на манеже. Воздушные гимнасты парят под куполом, клоуны шутят с публикой, а на арене выполняют трюки канадские бизоны. Артисты продюсерского центра королевского цирка Гео Ирадзе и компании Росгосцирк продолжают гастроли с новым шоу «Пять континентов». В этот раз на манеж вышел сам руководитель коллектива. У нас уже традиция. Февраль, март, апрель. Каждый год мое шоу здесь, в легендарном самарском цирке. Заслуженный артист России Гео Ирадзе представил зрителям видео из личного архива с народным артистом СССР солнечным клоуном Олегом Поповым, имя которого носит самарский цирк. Я думаю, что это очень символично. Здесь, спустя 12 лет, вновь пять континентов. Уже я в качестве продюсера. Мои артисты. И на экране Олег Константинович, который передает привет и говорит теплые душевные слова о Самаре. Запись произвела впечатление не только на зрителей, но и на самих артистов. В душе вот все вот так сжалось и внутри гордишься. Я буду очень долго помнить это представление, этот приезд Георгия Георгиевича в наш коллектив. А зрители у вас просто огонь. Ребята, огонь. Проект увидели уже более 40 тысяч зрителей. Восторженные отзывы пестрят во всех социальных сетях. Не упустите уникальную возможность своими глазами увидеть новое грандиозное шоу «Пять континентов» в Самаре. Билеты на официальном сайте и в кассе цирка. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. Спорт, общение и хорошее настроение. В парке Воронежские озера регулярно проходят тренировки по скандинавской ходьбе. Для людей серебряного возраста. В этом году территория парка преобразится в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». И начнется новое голосование. Что уже изменилось на этой территории и что еще только в планах, расскажем в сюжете. Девчата с Воронежских. Так называют себя пенсионеры промышленного района Самары, которые занимаются скандинавской ходьбой. Тренировки проходят в парке Воронежские озера три раза в неделю. Этот массовый доступный спорт развивается при содействии федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Людей серебряного возраста объединила тренер-общественник Татьяна Степных. Я думаю, что, во-первых, они стремятся к здоровому образу жизни, потому что у меня группа 70 плюс в основном. Поэтому физическая культура, она помогает им в жизни. Мы делаем ряд упражнений здесь, которые способствуют в зимнее время не падать. То есть мы там на баланс делаем всякие упражнения. С утра пришли, позанимались на заряд бодрости, заряд хорошего настроения. Руки-ноги работают, все в порядке. И плюс еще вот общение, конечно. Марина Нестерова, бывший педагог, сейчас на пенсии. Скандинавской ходьбой занимается несколько лет. Рассказывает, многим этот вид спорта помог восстановиться после инсульта и других заболеваний. Общение вышло за пределы тренировок. Пенсионеры вместе ходят в походы и в театр. Все пожилые люди, я хочу сказать, практически очень мало не пенсионеров, которые отдали свою жизнь любому производству, получили возможность заниматься. Мы отмечаем, как хороший этот парк. Сколько деревьев просто высадено, какой красивый вход со стороны московского шоссе. Парк Воронежские озера трижды становился победителем всероссийского голосования по выбору общественных пространств. Два этапа благоустройства уже завершены, а третий начнется в текущем году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» – нацпроекта «Жилье и городская среда». Это стало возможным благодаря активности жителей, три года подряд голосующих за преображение территории. Жители нашего района, нашего города, они очень активно это восприняли и участвовали очень активно в голосовании. Поэтому сейчас идет третий этап благоустройства парка Воронежские озера. И здесь, знаете, очень важно, что жители в этом очень активно участвуют. И в голосовании, и в тех моментах, когда происходит обсуждение, что должно быть на территории парка. Скоро стартует новое голосование за благоустройство общественных территорий. От активности жителей зависит, победит ли парк Воронежские озера в четвертый раз и преобразится ли территория уже в следующем году. Виктория Шарая, Григорий Плешаков, События. Для жителей Куйбышевского района прошел мастер-класс по плаванию в новом бассейне. Занятие провел титулованный самарский плавец Александр Кудашев. Он рассказал о правильных техниках плавания, провел разминку и тренировку в воде. Подробности в нашем сюжете. В Куйбышевском районе появился новый спортивный комплекс. Он оснащен бассейном, тренажерным и гимнастическим залами, где у пловцов согласно федеральным стандартам должна проходить общая физическая подготовка душевыми и раздевалками. Тренировку для жителей провел мастер спорта международного класса Александр Кудашев. Спортсмен занимается плаванием с пяти лет и сам жил в Куйбышевском районе. Бассейна поблизости не было. Александру тогда приходилось ездить на тренировки в плавательный комплекс ЦСКА. Когда мы ездили с Сухой Самарки на Волжский проспект, конечно, было не очень удобно. Намного было бы удобнее приехать сюда, да, ближе. Бассейн мне очень понравился, соответствует всем стандартам. На мастер-классе Александр Кудашев показал правильные техники плавания. Они помогут избежать болей в спине и зажимов в шее после занятий в бассейне. Тренировку посетили 23 человека. Каждый из них должен был предоставить нужные медицинские справки и паспорт. Это и сделала Евгения Барабаш. Раньше для занятий плаванием она ездила в Новокуйбышевск, а сейчас планирует посещать новый бассейн в своем районе. Это очень значимо в нашем районе, потому что это рядом, это доступно должно быть для жителей, ну и для детей в первую очередь. Бассейн оснащен шестью дорожками. Новый комплекс предоставили для занятий спортивной школе Олимпийского резерва номер 8. Пловцы уже начали здесь свои тренировки. После необходимых процедур он был передан в вездение департамента спорта городского. В свою очередь мы его отдаем в оперативное управление муниципального автономного учреждения Центра развития физической культуры и спорта. И стремимся, работаем над тем, чтобы бассейн заработал в полную мощь. Мастер-класс для жителей проводился с целью проверить и отладить систему обслуживания посетителей. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин. События. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 29 февраля планируют заменить два пожарных гидранта на улице Литвинова. Для этого с 9.00 до 17.00 холодную воду отключат на улицах Литвинова «Современная». Также 29 февраля заменят задвижки по улице Вольской. Для этого подачу холодного водоснабжения ограничат с 9.00 до 16.00 по адресам улица Вольская, Томашевский тупик, Нововокзальный тупик, улица Свободы и улица Калинина. В пятницу, 1 марта будут менять пожарный гидрант по улице 22-го портсъезда. Для этого холодную воду отключат с 10.00 до 14.00 в частном секторе на улице 22-го портсъезда. В течение недели список работ может быть скорректирован, информирует телеграм-канал «Вести» с Дворянской. Каждый день на городские очистные и канализационные сооружения приходят 500-600 тысяч кубометров стоков и 8 тонн мусора. Это обычные бытовые отходы. Крупный мусор, приплывающий на ГОКС, задерживается на механических решетках. Эти установки дополнительной очистки запустили в работу недавно после реконструкции. Однако даже самые высокие технологии не справятся с низкой культурой. Если использовать канализационную трубу как мусорку, поток отходов будет постоянно выводить из строя оборудование. Забивать насосы и трубопроводы. Напоминает телеграм-канал советского района. Приборы учета позволяют экономить ресурсы и деньги. Но следует помнить, что исправная работа счетчиков и их своевременная замена является личной ответственностью собственников жилья. Когда следует заменить счетчик и куда обратиться, рассказывает телеграм-канал Департамента городского хозяйства и экологии. Счетчик горячей воды нужно проверять каждые 4 года, холодной каждые 6 лет. Механический прибор учета электричества каждые 8 лет, электрический каждые 16. Газовый счетчик проверять в зависимости от модели. 1 и 2 марта в выставочном зале Союза художников России с 14 до 19 часов пройдет весенняя ярмарка. Участников ждет приятное общение с любимыми самарскими художниками и их работами. На весенней ярмарке пройдут показательные мастер-классы от художников. Можно будет наблюдать, как создаются живописные работы в реальном времени, пишет телеграм-канал Ленинского района. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok